Так, ну что ж, как там говорится, самые приятные подарки, это которые неожиданные такие, знаете, в виде сюрпризика. Так что вот, ребята, я вас поздравляю, это сюрприз. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найд Гвард, это новое прохождение Сталкера на канале. Вот так вот получилось. Мы практически месяц отсутствовали в этом мире потрясающем, бегали в других мирах, играли там с обстрелом в Скандинавии, за Кратоса всяких били зомбей, но не припятских, а немножечко других. Вот, и вообще много где побывали, но фишка вот в чем. Я спустя месяц отсутствия Сталкера в своей жизни все-таки решил в него вернуться. Прям захотелось поиграть, что-нибудь пройти. Беда лишь в том, что я открыл АППРО, чтобы проверить, что там повыходило за это время, потому что играть в фриплей я пока не хочу, при всех этих супер-мега-спорках, там, редуксах и других всяких аномалий и ддеров. Хотелось бы на сюжетке поиграть. А беда в том, что по факту ничего интересного не выходило. Вот, наверное, за исключением только этой модификации, которую я, к счастью, увидел, узрел и прям решил в нее нормально залететь. Часами, знаете, для меня очень много есть критериев. Один из основных критериев в плане прохождения сюжеток это, чтобы модификация была, как бы, и интересной, и при этом не очень затянутой. Я не любитель вот этого вот собирать лапки кошаков на, не знаю, там, полмиллиона часов. Мне вот желательно сюжетик участников, там, 20, и тогда будет все окей. И вот «Истинный путь» версии 2.0 — это переиздание легендарной модификации, которая вышла, что-то там, по-моему, в 2011 году, которая, собственно, называлась «Истинный путь» версии 1.0. Вот, повествующая про спецоперацию военных, собственно говоря, по захвату ЧАЭСК, если не ошибаюсь. Там первая стадия операции проваливается, потому что у «Монолита» есть гаусс-орудие, которое поражает, собственно, технику военных. И после этого высылается вторая бригада, должноземная, без вертушек, для того, чтобы все-таки разобраться, что же там произошло, что за оружие, и отжать себе, собственно, ЧАЭСКу. Единственная беда этой модификации, потому что она с хорошими отзывами, вот по таймингам, по времени прямо мое, то есть часиков на 10-15, тут есть как бы и сюжет, и доп-квесты новые, и вроде как все хорошо. Единственная проблема здесь вообще отсутствие вроде как геймплея в целом, из того, что я посчитал по комментариям, и фикс-патчей пока что еще не было. А там разработчик заверил, что разрабатывается версия 2.1, которая исправит как раз-таки геймплей, потому что... Ну, из того, что я понял, беда модификации здесь в том, что ты заливаешь противника примерно 44 рожка с калаша, а он как бы не умирает. При этом ты отлетаешь просто от одного плевка в свою сторону. Вот как-то так. Но я думаю, я не сгорю, потому что я прям истинно, и, говорится, искренне хочу немножечко поиграть в Сталкирюгу, без вебки, с атмосферой, по традиции, говорится, как и всегда. Надеюсь, вам это зайдет, и это будет хорошее, достойное прохождение, как говорится, на нашем канале. Поэтому напоминаю вам про ваши лайки, про комментарии, плейлист сразу сделаю, группа ВК, Дискорд, но вы там в курсе, не забывайте, это все чертовски важно, действительно, для продвижения канала. Поэтому поехали играть. Новая модификация, ну как новая, перерезание старой. Но я при этом старую часть тоже, ребят, не играл, поэтому для меня будет все в новинку. Прям вот первозданные эмоции. Это самое то, что мне как раз таки хотелось. Все, поехали. Новая игра. Стартанула мастер, а там посмотрим. Если прям вот как описывали там комментеры на АПРО, что это просто вообще слюни, что там невозможно убить зомбаря, нужно заливать в него миллиард гребаных патронов, ну поставлю ветерана. Тоже как бы звучит достойно, ветеран, да. Но стартнем на мастере. А там, говорится, по ходу дела разберемся. Все? Ну вроде как все. Поехали. Воспоминания. Мертвый лес. 18.05.012 года. Операция Монолит 2. 5 часов вечера. Ага, нас вот так вот сразу закидывает просто посреди мертвого леса. Блин, как я давненько этот интерфейс не видел, особенно ты чешный. Просто в удар, не знаю, по ностальгии. Надо сейчас собраться, привести себя в чувство. Так, ну в целом я готов. Слушайте, ну первостепенно, я так понял, это именно воспоминания. То есть нас не кидает со старта игры в рыжий лес, извините меня. Под радаром это прям совсем жестко. Это просто какой-то флэшбэк, наверное, в предыдущей операции, которая провалилась. Сейчас ее посмотрим, наверное, увидим, почему она провалилась. Опять же, это гаусс-пушка, наверное, пресловутая будет, которая собьет вертолет. Вот, а потом, наверное, начнем, скорее всего, за второго бойца, который будет уже с другой группы во второй волне. Хотя, называется вроде операция Монолит 2. Не один. Странно. Непонятненько. Так, ладно, наши, значит, дела сейчас. Поговорится трендом Ястреб 1, Пустильга 4. Обстановка. Работаем Сокол 2. Собственно, перехватываем неизвестное оружие. Но все правильно. То есть сначала ликвидируем эту угрозу, потом и ждем на ЧАЭСку. В ходе проведения операции Монолит было выявлено использование враждебной стороны неизвестного мощного оружия, в особенности с легкостью, поражающего любую технику, будто воздушная или наземная, в избежание серьезных потерь. Операция была приостановлена, и вскоре был разработан новый план наступления Монолит 2, делающий ставку, в основном, на пехоту. Первоочередной задачей является перехват неизвестного оружия, а уже впоследствии наступления с поддержкой воздушной техники с целью взятия территории ЧАЭС под контроль. То есть мы в составе, это, я так понимаю, прям спецотряды, просто супер-мега жесткие, то есть я, как бы, Джон Рэмбо, имею в виду. Так, берил калаш, это хорошо. Матроны аптечки все есть, грены дали с запасом, пистолет есть, это что такое у нас. Детектор аномалий. А, ну нас снабдили, как говорится, все, мы именно готовы к работе в зоне. Да, все шикарно, поехали. Так, поговорить с рядом Ястреб-1. Погнали. Я так понимаю, я их командир, отходил просто немножечко подышать свежим воздухом, а подышал, в принципе, возвращаюсь. Здравствуйте, бойцы. Че сидим, че прохлаждаемся? Так, квартет, отряд Ястреб-1 в полной готовности, прикажете выдвигаться. Так, у нас есть, значит, напоминашка для нас. Слушайте, ну, я при том, что я командир, но так получилось, что я забыл, что мы это должны делать, и при этом я как бы еще и новичок, это крайне странно. То есть я с такой амуницией, в таком составе, по такой спецоперации, я пляха-новичок. Ну, ребят, для новичка, пожалуйста, помните, что надо сделать. Значит, главной задачей является перехват независимого оружия, это мы слышали. Для этого в первую очередь отряд Ястреб-1, Сокол-2 и Пустяльга-4, вот где-то здесь потеряли отряд с номерацией 3, где-то, не знаю, потерялся, должны загруппироваться, затем начинать наступление. Сейчас необходимо встретиться с отрядом Пустяльга-4, и далее, действуя по обстановке, встретиться уже с отрядом Сокол-2. Понял, вопросов нету, выдвигаемся. Бойцы, встали! Все, давайте, давай, давай, рота подъем! Хорош сидеть! Размяли булочки! Если сей долго на земле, на холодной, можно сходить все почки, а нам это не нужно, нам нужны только здоровые бойцы. Все, 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 выдвигаемся, выдвигаемся! Слышите? Вертушка! Походу, спецоперация уже пошла. Сейчас, скорее всего, вертушку собьют эту гаусс-винтовкой. Метит красавец. Так, подождите, нас, может быть, обманули, дезинформация от разведчиков? Где неизвестное оружие? Почему вертушка прилетела спокойно и ее не сбили? Непонятненько. А что мы стоим? Алло! Я только вернулся в Сталкер, уже сломал модификацию, что ли? Скрипты! Ребята, 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 встаем, нам идти, куда нам идти? Сейчас, подождите, карта, покажите карту, нам идти, нам идти к переходу. Тут как бы идти до хрена, блин, по лесу, может мы пойдем? Я один не пойду, мне страшно. Интересное начало. Ладно, пошли, сходим к этому отряду. Пустель Ге-4. У нас, в принципе, есть довольно мощное оружие. Сейчас мы сюда зарядим подствольничек. А, вот, ребята зашевелились, походу. Я, то есть, еб твою мать, встаю в радиации. Умираю. А у нас есть, как бы, антирадинчики? Два штуки! Вот здесь, конечно, команда не нас обделила этим золотцем. То есть, я для них прям лидер. Я показываю, что надо делать. Ребята, значит, повторяйте за мной. Берем оружие в ручки. Ручки в ножки и побежали к нашему второму отряду. В этом месте особо делать нечего. Тут, видишь, страшно. Всякие плохие ребята ходят с зелеными руками. Здорово. Я, конечно, еще против не имею. Там один парень требовал сало, другой мясо требовал. Интересно, у вас, бляха, запросы посреди лета. Я, вроде бы, не похож на магазин продуктовый. Мясо. Сало. Так, руки свои отдавай. Я понимаю, что это воспоминание. Скорее всего, флэшбэк. Если на нихера ничего не вынесешь по луту. Но режим хомяка от Владислава, это, знаете ли, активированная вещь всегда и везде. Так, ну пока что зомби умирают довольно быстро. Может, у меня какой-то фикс уже стоит встроенный, я не знаю. Что-то ребята немножко потерянные. Куда вы пошли? Ребят, нам в другую сторону. Я что-то не врубаюсь. Что с командой? Алло. Товарищ командир. Это, походу, какой-то, не знаю, снайпер нашей бригады. Он обходит со стороны, видите, чтобы... Иметь позицию над противником доминирующего. Так, ну мы, наверное, будем продвигаться потихонечку, расчищая. Чтобы, если вдруг что-то, если нас монолит потом поджарит, было куда отступать. Это, как бы, первостепенное правило спецоперации всех. Нам нужен коридор отступления. Чистим, чистим. Молодцы. Работаем аккуратно. Патронов дали много. Поэтому не переживаем. Еще есть эти РГДшки. Есть еще, собственно говоря, F1 грены. Аккуратненько пробуемся. Тоже раскинули. Все, продвигаемся. Огромнейшее, мать его, дерево. Просто трындец. Какая-то секвойя. Опа! А вот это вот уже нехорошо. А, вот он, бетон. Вот он, бетон, ребята. Я нашел его. То есть, как бы, зомби это зомби, а вот бетон, именно в гражданских зомбарях, это уже отдельная тема. Впитывает парень патроны хорошо. Так, здорово, мужик. Тихо. Вот это вообще нехорошо. Не обсираемся, команда, не обсираемся. Это просто псевдопес. Так, ПДАшник, обычный ПДА. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько держим периметр. Вот тут, кстати, раньше возле вертушки этой была дохера радиация. Тайничок был с другой стороны. Сейчас я обойду момент. У меня флешбек во флешбеке, знаете. Я как бы военный с душой сталкера. А, вот он, вот он, вот он. Что у нас здесь? Аф, понятно. Ты не избран. Ты должен быть избран монолитом, чтобы этот ящик работал. Так, минус первая оптина. Не боимся, не боимся. Это все на все какая-то шафка, блядь. Смех на флешбеке. Смех на флешбеке. На личном примере показываю, как это все работает. Поехали, блядь. Давай, ударочка. Хорош, блядь. Красавчик, рядовой красавчик. Просто лучший. Я хотел у снажа разнести, показать ему, кто здесь хозяин этого леса. Но не получилось. Так, вижу, вижу противника, вижу. Зайду к нему с левой стороны, аккуратно. Подкрадываюсь, как кобра. Захожу со спины. Опа, вот она, вот она, вот она, вот она. Все, красиво. Патрончик есть, гранатка есть. Калаш целый. Нормальный. Слушайте, а пушки-то нормальные. Ребята, выдвигаемся, выдвигаемся. Не боимся. Мы же спецназ, епта. Что нам бояться-то? Здесь вроде как по описанию три группы спецназа в этом лесу. Наших. Так что, ну... Нас так просто не возьмешь, правильно? Правильно. О, еще трупы. Надеюсь, не наши. Так. Тебаты, шли солдаты на войну. Дядька прям так погиб. Аптечка, это хорошо. Не, это, походу, какие-то зомби. Некращали ребят, наверное, при подходе сюда. Глеб Чекан. Тут паренька вообще сломало. Просто как кузнечика в обратную сторону. Это я не... Это мы... Это вам настолько подняли вашему отряду жалование, что ли? Или я понял? Пенсию подняли? Вы не поднимаете душу? Если что, как бы это артефакт третьего ранга. За него... Тут некоторые люди готовы душу продать ради этой души. Здорово, бойцы. Так, операция Монолит-2. Могли бы поторопиться. Мы уже стали вас ждать. Сразу к делу. Дальнейшие действия какие? Там с западной стороны перекрестка. Стоят фанатики. Нужно разобраться. Мы успели остановить ряд дымовых шашек. Так что можем выиграть время. Как только задымит, пусть Ольга-4 выдвигается на восток. Ястреб-1 ждет на позиции и прикрывает с запада. Когда начинаем? Финист! О, во время прошло уже, сутьюрю. Что за финист? Пошли, 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 пошли. Так, значит, я вроде как в Ястреб-1. Мы остаемся на позиции, чтобы прикрывать. Понял. Дымуха пошла. Ты что, ни хера себе? Нормально, нормально. Ребята, спецоперация. Работаем. Так, ну я со своими. У нас за старшего. А, я же за старшего. Ёлки-палки. Так, ну наши вроде тоже поехали. Идем со своими бойцами. Врагов слева вижу. Массированная группа Монолита. Вон они, вон они, красавцы, стоят. Враг с другой стороны. Ребята, аккуратно! Аккуратно, я сказал! Все, принимаем. Поехала. Поехала жара. Работаем, работаем. Красиво, не боимся. Ёпт твой. А у нас тоже есть. Что ты думал, ты не тут умный такой? На, подержи. Еще одна пошла, родная. Сюда. Отрабатываем. Попал прям под ножки ему. Бедолага, умер. Все? Вот это, ребята, я, конечно, гренадир, блин, со стажем. Две грены. Отряд Монолита потерян просто посреди леса. Ни хрена себе! Что? Кольт Питон? Ооо, по-моему, Монолита проблема. Там, кстати, вторая группа подходит. Аккуратно, собрались. Собрались, не боимся. Так, ну че? Это сороковые ACP. Это крупнокалиберка. Ох, ребята. У вас, походу, проблемы. У меня прицел сбит немножечко. Сейчас, сейчас я подойду. Сейчас отработаем. А нашим вообще покеру, типа, да? Мы за бетоном, нас это не волнует. Я понял. Тихо, тихо, тихо. Сюда. Саечка заиспух. Блин, далеко это для пистолета, конечно. А они, гады, не подходят. Сюда. Блядь. Ну как там говорится, пуля дура, граната молодец. Че-то такое. Так, не-не-не-не-не-не-не-не. Я понял, что дальняя дистанция, это мое все. Блин, может еще откидаться? Че, че я паникую? Когда есть такая цаца тоже. Вон она, вот она, вот она, слева, слева подходит. Хорош. Тихо. Слышите вертушку? Наши, что ли, возвращаются? Ха-ха. Ребята, к вам конец, слушайте. Жалкий монолит. Вот сейчас, скорее всего, гаусс-винтовка и по ним и бахнет, я думаю. откуда здесь наша вертушка даже все улетели чужая поражение ухтешь блять это подстава это подстава твою мать работают работают ступаю ступают что у нас здесь есть что-нибудь это сломается же ты тихо 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 команда 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 работы я обожаю боссов вертолетов сталкер это же мое любимое командир у нас здесь битва развернись у нас сервер в команде так ресурсы немножко хилки немножко еды понял откуда у монолита вертушка почему нас шлепнер от 15 в отрядах разрывает только трое аномалия 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 все это видели чтоб меня я степо день что у нас там происходит хрень какая ты засыпил вертолет там ребята кого-то крошат пошли поедать эти каком остатки о военная которые лико ото монолита упавшей сортов трёт а ребята так я конечно понимаю что мы прикрываешь от меня пожалуй ступлю на вторую позицию были хомуха по моему у нас проблемы по моему у нас чертовски гигантские проблемы это что такое блять это ж не химера ребята тут кабаны какие-то мутируют что они отрастили себе лапа передней старшина прикрываю что это такое блять реально это медведь какой-то это медведь тихо секундочку что за кого чей зверя просто зверь понял умираю похилятся тихо 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 аккуратно аккуратненько аккуратненько работаем сюда блять давай 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 родной 5 монолит жмёт сучара работаем 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 блять работаем 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 одессы наши наши все здесь все живы здоровы отступаем отступаем к остановке держим остановочку гулять держит поезд помогаю поезд гулять ходите мне самому хоть что за 2 что задвиж у нас проблема за хрень происходит для походу выбросы от походу выброс его калаш его калаш на бежать какое укрытие не сдаёмся господь не сдаёмся подствольник блять мужик мужик встаем встаем отряд встаем настоящее время кордон 20 06 10 12 12 31 тампо было 05 то есть прошел месяц получается а а а а а Так, подождите, я уже все? Я в арбачу состоянии? С кабанами? Что произошло? Новое задание. Последнее, что я помню, это выброс, а после ничего. И вот я здесь, узнаю это место. Но я где-то оказался. Какой сегодня день? Где все? Что это за странное чувство? Они ведут меня в одну сторону. Я верю, мне нужно туда. Так, подождите, а где мы? Это кордошка, я так понимаю? Кордон? Прошел месяц, но если я не перепутал даты. И это все тот же герой, который был вначале. Блин, я не посмотрел имя, к сожалению, его. Тут есть наше имя, а за ком вообще играем? Квартет. А, у нас в принципе позовной квартет. Убит из сталкеров. То есть это все тот же парень, новичок. Убит из зомбированных. То есть опять временные петли. Был какой-то мощнейший выброс. И нас вместе с кабанами выплюнуло на кордон. Спустя месяц. И мы живы. Тут лежит у нас питон, с которым мы воевали. Я его забрать не могу, к сожалению. Блин. Что это такое? Да что за ездевка от разработчика? Да какого хера? Блин, ребята, не могу забрать, к сожалению. Так, а что у нас? Куда? Как? Что произошло? Меня тянет в это место. Нужно дойти. Понял. Что-то, ребята, какая-то подсторонняя сила нас туда тянет. Мы пошли разбираться. Вау. Так, кабанчики пустые. Я так понимаю, в эти штуки лучше не заходить. Я сейчас не особо хочу вернуться на территорию, собственно, мертвого леса. Где была просто адская бойня. Еще и спустя месяц. Давайте попробуем выйти. Нифига себе. Это нас кидануло. Мне почему-то казалось, что будет, ну, просто воспоминание, что мы там погибли. И есть, как бы, второй отряд. И будем играть второй отряд, который будет более успешен. Вот там, кстати, стоит ящик с ресурсами. Блин. Тут еще куча ящиков, просто миллиард. Я, конечно, все понимаю, но режим хомякотинга, ребята, он в душе. Плюс здесь есть ресурсы, а я сильно подгибый. Патроны есть. Как бы, если мы не можем взять питончика, то мы можем взять немножко себе водочки. Если я ничего не перепутал, то это была водка, правильно? Это у нас что? Это самогон. Похмелье плюс, радиация минус, пустоточность плюс, бодрость минус. Крепкий самогонный препарат, довольно хорошо защищающий организм от погонного воздействия радиации. Так, ну, после такой жопы с временем, как бы, это тут уж и нужно. То, что прописал доктор. Так, а вот там ящик ресурсный стоит. Плюс можно кабана посмотреть на наличие лапок. Но я боюсь, он, наверное, сгнил. Он так же, как мы, наверное, провели месяц в телепортации. Провисели в какой-то зоне непонятной. А здесь пусто. Ну, те твари, вторые какие-то звери. Это были реально кабаны с шерстью, у которых отросли передние лапы. Я не знаю, что это такое. На вид было очень стрёмно. Так, а тут у нас стояния какая-то старого нет? Нету. Ну, вроде как всё. Получился два бинта, патронный и самогон. Вот что-то. Потому что я вообще голый. Блин, я вообще без ничего. О, это как будто, знаете, похоже на начало фильма Терминатор. Как будто Джона Коннора заслали. Или кого там. Ну, собственно, самого Терминатора. С этого будущего в прошлое, чтобы спасти человечество. Так. Ну, блин, голышом даже на кордоне делать нечего. Нас здесь разорвут без шансов. А вот и стрелочки. Давайте осматриваться. Что-то стрелочки. Ну, пока из объективных вещей я не вижу трупов других. То есть я один здесь. И чё-то я нифига не вижу на стрелочках. Есть какое-то краткое описание. Что произошло? Мен тянет в этом направлении. Нужно туда идти. А, в этом направлении. Это, наверное, стрелочка, куда идти в целом. Я же военный. То есть для нас, как бы, информатор в виде сидера закрыт. Потому что, как бы, он же у нас поодиночкам. Это, наверное, по дороге в сторону кордона военных. Там должны быть люди наши. Которые что-то должны знать, по идее. Я так думаю. Сейчас только проверю вагончик. И, наверное, пойдём на базу. Ну, скорее всего, так. Так, пёсик, пёсик. Нет, 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 пёсик. Спокойно. Там тайник был или что это было? Там что-то было под этой доской. Ну, подвинься. Я же видел. Там что-то было. Это на туре тайник. У меня есть гармошка и немножечко еды. Опа. Скромный схрон. Найден. Режим хомяка. Активейтед. Так, ну драться с ними я не собираюсь. И вот там у нас труп был, кстати говоря. Блин. Я по-быстрому. Я одна нога здесь, другая там. Так, так, так. Спокойно, 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 спокойно. Спокойно. Кто это такой? Блять. Вот вам и милые котики. Блять, ну у парня ПД Ашер как бы с собой. Можно я его заберу? Аккуратно. Аккуратно, аккуратненько. Сейчас давайте я вас заведу сейчас наверх всех, да? Ёб твою мать, там стая огромная котов. Да, бляха, всё, всё, бежать, бежать. Бинты, 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 бинты. Сюда, раз. До свидания. Всего хорошего. Что за парень не знаю? Но это походу просто ПД Ашник. Это просто ПД Ашник. То есть без уникальности. Кстати, тут у нас нейтральный стайпер. Блять, подсечка под ноги. Ладно, ладно, ладно. Я вас понял. Всё, всё, всё. Этот ПД А того не стоит. Это просто ПД А какой-то. Я думал, там может сюжетный парняга, симпатяга. У нас здесь, кстати, ребята нейтральный к нам. Может сюда заскочить? Я не буду, наверное, ломать. Всё-таки это ТЕЧ как бы, а он очень требовательный скриптан. А я их ломаю, знаете ли, как, не знаю, как соломку. Щёлк-щёлк и всё. У нас как бы есть стрелочки, вот, направления, да? Но они очень похожи на блокпост. Плюс это логично, я военный. Я вылетел с телепорта, как бы, я иду к военную. Только здесь что-то максимально пустое. Вот там какие-то аномалии вдалеке жуткие. Что стало с блокпостом? Так, ну ребята вроде бы наши. Прям друзья к нам, не просто нейтралы. Но блокпост мёрз прям на вид. Стопарики стоят. Здорово, бойцы. Как-то бы я. Хера себе. Это что за радио FM? Так, квинтет. Опа, квартет, и ты здесь. Мы уж подумали, что всё. А чё случилось? С чего бы начать-то? Мы тут со сталкерами некоторые потолковали. Один разговорчик попался. Так он нам картину и обрисовал. Продолжай. Примерно месяц назад. Пляха. Там у тебя радио, походу, ловит связь с чёрной дыры, блин, с того конца вселенной. Произошёл мощный выброс. Изменив её до незнавимости. С ней что-то произошло. А самое хреновое, квартет, связи с Землей больше нет. Из зоны нет выхода и нет её входа. Мы полностью отрезаны от внешнего мира. Слушайте, по-моему, мы реально через рацию связались с этими, с марсианами. Месяц назад? И как мы здесь оказались? Сталкер говорит, что, скорее всего, мы попали в пространственную временную аномалию. Не знаю, правда ли, но в целом это всё объясняет. А как обстановка? Всё хреново. Хотя местным сталкерам тоже достаётся. Так что они хотят, хотя бы пошли с нами на мировую. Они не прессуют нас, мы не прессуем их, но не более. Все забились по своим углам, помощи от них не дождёшься. Снаряжение и продовольствие на исходе, надежды никакой. Попробуй с ними договориться. Будем ждать вестей, возьмись необходимое из нашего схрона, ещё пригодится. Понял. Нихрена себе. Так, наш схрон. У нас здесь ПМ, одна аптечка и, собственно, распальный мешочек. Неплохой набор. Это забрать можно? Это забрать нельзя. А это забрать тоже нельзя. Понятно. Запас энергетиков, как говорится, у нас для всей команды, не только для меня. Здорово, бойцы. Ребята, не паникуем, не волнуемся. Это я ваш лидер, квартет, вы квинтет. Всё нормально, всё будет хорошо. Сейчас раз узнаю ситуацию, пойму что-то как. Как говорится, расскажу всё, что знаю. Зона закрылась от всех, нет входа, нет выхода. Блин, это очень похоже на ситуацию в этой, упавшей здесь из наёмника. Там же тоже купол стоял, и по ощущениям было то же самое. В зоне была паника. Всё было накрыто периметром. Так. Ну, первостепенная задача командира найти себе достойную амуницию. Потому что у нас сейчас крайне мало её. Провести переговоры со сталкерами, это мы сделаем. Нам они как бы нейтральны, потому что понимаешь, что ситуация патова, им как бы тоже нехорошо. И это хорошо. Я так понимаю, блокпост эвакуировался в этот месяц или что? То есть, когда выброс начался, когда зафиксировали его, наверное, отдали приказ всем научным подразделениям и подразделениям военных. Мол, покиньте зону, какой-то трындец намечается. Там же вроде как были устройства для пеленгации этих выбросов. Так, ну и старый добрый тайничок. Я думаю, стоит проверить. Как бы никто качественные берилы нам ещё не отменял, поэтому... Думаю, что-нибудь будет. Я пока выжимаю максимум, потому что с одним ПМом я далеко не уеду. Потому что оружие прекрасное, но... Там котов было моё уважение. Так. Эти рукожопать, все отвага. Что ж ты будешь делать-то, а? То я не кайзи снима, понял. Опа! Я решил проверить тайник под деревом. А у нас тут минное поле-то золотое. Я так понимаю, там сталкеры не смогли собрать себе пожитки. Поэтому всё осталось в неприкосновенности. Тут тайника нету. Блин, ну я потом постараюсь собрать медузы. Как бы нам нужны какие-то ресурсы для того, чтобы вести переговоры. В принципе, я думаю, мы здесь надолго. Есть подозрение, что нужно будет что-то сделать с этой зоной, чтобы она нам открыла свои ворота. Так что путь до самой ЧАЭС-ки как бы займёт, возможно, недели, а, возможно, и месяцы. Так. Вроде бы всё. Вроде бы всё. Что? Не ломайся, братишка. Нам ещё, говорится, идти вперёд, поэтому нужен своей команде. Так, что он здесь попадал? Немножечко патронов, немножечко консерв. И как бы на этом у нас в целом всё, да? То есть никаких берилов, зарей и прочих вещей здесь не было и в помине. Ну, парочку консерв это уже неплохо. Там ещё и арты были. Сейчас ещё верх проверим. Я готовлюсь просто к худшему, сами понимаете. Ситуация по описанию прям жуткая. Так, и вот те вот красавцы, как бы вас забрать-то? Здесь прям минное поле, прям минное поле? Или оно давно не рабочее? Работает профессионал, каскадёр, со стажем. Дома не повторять. Возможно, смертельные исходы. Так, Медуз, информация об артефакте. Блин, там нихера не было помина, можно было спокойно пройти эти без радиации гигантской. Самогошка, туши! По-моему, это конец. Славной истории квартета. Взял дремен узкий и по итогу сдох. Там тоже что-то есть. Ага, там ещё и сталкеры валяются. И огромное количество грёбаных кабанов. А мы можем сейчас их, интересно, аккуратненько привезти на нашу команду? Ну, как бы заманить, да? И такие хоп-хоп-хоп. Или я успею? Гитара! Ух ты ж, нихера себе! Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо. У нас МПХ целая? Нормально. Рабочая МПХ получилась. Ещё и гитарка появилась. Слушайте, я только начало спецоперации. Я как бы, я уже, ну... Как матёрый сталкер просто работаю. Не понял. Аптечку можно? Пожалуйста. Говорится, обойдёшься и без аптечки. Так, а здесь аномальное поле. Я так понимаю, это аномальное поле после выброса, которое закрывает все выходы и проходы. И артефактов оно не порождает. Это просто убийственная зона. Да? Или порождает? Порождает, блин. Ну, это какая-то сверхжадность. Я думаю, сейчас будет смерть. С позором причём. А может быть и не будет. Может быть профессиональный заход. Артефакт выверт. Так, тихо. Работает профессиональный каскадёр. Ну. Как-то так, ребята. На этом история сталкера-квартета. А вот, простите, военного подошла к концу. Шутки ради. Я здесь сейчас примерно 6 раз умирал, пока пытался выйти. Так что дальше, наверное, не полезем. Потому что я, может, и долезу до артефакта. Но обратно я свою тушку туда не достану. Она там останется навеки вечная. А как бы это нехорошо. Мы тогда покинем свою команду. Так, застолье забрать ничего не можем. Ну всё, всё. Я покидаю блокпост. Поехали к сталкерам переговоры. У нас теперь есть ценности. Есть чем, как говорится, переговариваться. Правильно? Всё, что есть два артефакта. Медузский и один выверт. Как бы. Не очень дорогие артефакты, но достойные, я бы сказал. И аптечка. Наверное, пока не буду использовать. А там дальше глянем. Так, ну ребята на вид явно не одиночки, я вам скажу. Толку-то с тобой разговариваю. Аферист. Так, ну с нами говорить не будут. Это понятно. Я-то военный. Почему они все на одно лицо? Может это клоны? Что-то не люди. Ну это не одиночки вообще, от слова совсем. Матерые ребята с хорошими стволами, с хорошими амунициями. Здорово. Что у вас здесь? Нифига себе. Я как бы, ну заберу. Не обессудьте. Я просто на том свете был. Меня сама смерть изрыгнула. Поэтому как бы. Не будем паренька будить. Так. Я так понимаю, ты у нас за старшего? Да, это в точку. Да, стоится по пышаха так же, как с РПГшкой, блин. Нормально. Позывной пес. Военный. Ну че ты приперся? Ты действуешь моим ребятам на нервы. Есть деловой разговор. Ха! Какие с вами разговоры еще и деловые. Ишь, че захотел. Мы ищем работу в обмен на снаряжение и продовольствие. Предлагаешь с вами сотрудничать? Тебе моя позиция до сих пор не ясна? Или тебе повторить? А наша помощь вам будет не лишней. Какая нахрен помощь? Вы щенки позорные, тявка идти дальше. Неужели ничего нельзя сделать? Те еще шавки, сколько наших ободрали. Как подсрачник получили, так сразу заскулили. Нет таких обстоятельств, при которых я пойду с вами на мировую. Думаешь? Постоянно. И тебе советую. Что? Что происходит? Тихо, 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 тихо. Мутанты. Что творится, ребята? Что творится? Работает спецназ. Работает спецназ. Аккуратно, аккуратно работает. Ручка моя. Сюда. Тихо, 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 тихо. Где еще? Все? Всех отбили? Или не всех? Не, походу не всех. Что за музыка такая? Как будто она, не знаю, нападает на нас золусы. Из-за периметра. Барабан от судьбы, блядь. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Брат, прикрывай, прикрывай, брат. Прикрывай, сзади. А можно эту прекрасную музыку как-то прервать? Я, конечно, получил прилив эмоций, но немножко не сталкивался. Ну так че? Мутанты, суки, жизни не дают. И че, что у вас так? Такой большой волны еще никогда не было. Знаешь что? Забудь, что я тебя раньше заплел. Тут на нервах все. Должен понимать. Короче, зайди к Сидоровичу. Он на работу сможет подсобить. Тебя квартет звать. За тебя, соличка, замолвю. Понял, спасибо. Ну, конечно, ребята, вы еще те, блин, профурсетки. С такой-то амуницией, говорит, таких раньше атак не было. Напало, блин, семь зомби. Вы выходили из домов. Вполне возможно, что это вообще как бы ваши местные, которые накидались ночью, а водяры паленые просто померли. Потом был выброс, и их вся энергия подняла с того света. Вот и все. Напало, блин, шесть зомби, они зассали. Ну ладно. Нам это пошло на руку. Я получил себе поддержку и доверие. И, так сказать, аудиенцию с Сидором. Можем с ним поговорить. А как бы Сидор, это, извините меня, человек, который разбирается во всем, даже в таких вещах. Здравствуйте. Как дела, Сталк? А еще пустой? Здорово! Это ты, Квартет? Мне передали, что у тебя тут какое-то дело важно, но я весь во внимании. Моему отряду в составе 5 человек необходимое снаряжение и продовольствие. Это я могу организовать, но не запросто так. Придется поработать. Продолжай. Обстановка в округе напряженная, да и ты сам заметил. Это ставит под угрозу весь мой бизнес. Больше всего беспокоят местные зомбированные. Они частенько терроризируют местных сталкеров, отпугивают потенциальных клиентов. Короче, у меня есть информация, что неподалеку есть два лагеря, откуда они все время лезут. Зачисти их полностью, чтобы ни одного зомбака не осталось. Как только сделаешь дело, сможешь забрать все добро для отряда своего. Задача ясна? А аванс будет? Предлагаешь на зомбированные головы мытье? Не моя забота. Крутись-вертись, как хочешь, только работу сделай. Понял. Вали на задание. Да иду я, иду, не дави ты на меня. Опа. Type 63. Тозик. А что по ценникам на артефакты? По 500 рублей. Так, ну одну медузку можно сплавить. Блин, ну если я тотик заимею себе, как бы уже хорошо будет. Амуниция. 7500. Комбез серый волк. Слушай, ну в принципе, ценники хорошие. Мы зря выдали ему количество наших людей. Теперь они знают, что нас мало. И второе. Я так понимаю, Сидору похер то, что зона закрылась с двух сторон. У него, наверное, выход через бункер прям на тот свет. И он оттуда таскает товары. Потому что для него, как бы, важнее всего это клиенты и торговля. То есть ему, в принципе, насрать. Понятно. Так, почем патроны? По 75. А МПХ будет стоить 70 рублей. Но она поломанная. Если вот так вот сделать. Рука зомби ничего не стоит. Гитара 200 рублей. Хавку, наверное, пока оставлю. Блин, да артефакты я вряд ли буду с собой особо гонять. Просто они тут валяются просто так на полянах. Можно будет собрать. Спокойно. Неплохо. Неплохо. Хороший товар. Не, давай просто дробей. Да, и, наверное, одну аптечку. Аптечки по 600. Да, себе оставь. Не буду, молодец. Я тоже доволен. Я тоже доволен. С двумя напарниками в другую точку. А так, получается, что я опять реально Рэмбо, которая занимается всем и вся. Сидор, кстати говоря, падла. Продал, блядь, ржавый тост. Посмотрите на это недоразумение. Как будто его, не знаю, сделали из какой-то непонятной прокатной стали, блин. Ладно, главное, что, по идее, должен стрелять. Собачек мы не трогаем. Тихо. А, так здесь зомби в смысле не граждан. Блядь, ты кратка, ты кратка. Оп, стоп. Мы подошли из-за угла. Как говорится, много болтаешь, мало смотришь за ситуацией. Так, аптечка пошла в рот. Кстати, очень крутая система. Такая, знаете, полухардкор. Ты, когда аптечку используешь, у тебя руки улетают, и она тебе хиляет не сразу. Это прям нравится. То есть, как бы геймплей все-таки немножечко доработан. Если разработчик немножко запотеет, будет еще лучше. Понял, 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 понял. Вопросов не имею. Дистанция не наша сила. Трупак, трупак, аккуратно. Аккуратненько. Захожу, захожу. Потом, потом, ребят, потрогаем, помацаем. Да, твою ж мать, его очень сильно шатает. Походу, после телепорта у нас немножко ручкой отвыкли. Так, вот, вторая голову сразу. Патроны пока еще есть. Нормально, терпим. Это очень далеко, дядя. Ты очень далеко. Как тебе так подойти аккуратно? Опа. Там сзади парняга был. Так. Тихо, 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 тихо. Мой же ты хороший. Два в голову. Стоит спокойно просто. Не напрягаясь. Хорошо. С ППШ, блин. Опа, вот и аптечка. Еще и гранатку получишь. Тихо, 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 тихо. Мой же ты хороший. Опа. Откуда второй появился, непонятно. Работаем. Спецназ в действии. Тихо, не выходим. Здесь будет птичка. А вот и птичка. Идем к Сидору за наградой. В смысле? Сказано же было две зоны. Или он за каждую платит бабки. Это не похоже на Сидора, я бы сказал. Так, рюкзак под кустиком. О, полетели, полетели. Вот это, это прям очень важно. Тайники, причем здесь же реснулся, прикиньте. Это не то, что удача, это что-то невероятное. Что же у тебя было, дружище? Немножко самогонная вода, радость туриста. Я так понимаю, сейчас здесь хавка на вес золота? Если как бы зона закрылась полностью, то как бы еда внутри зоны конечная, как-либо продовольствие. Вот это, вот это, вот это что такое? Блин, может не ломать, может это для квеста, чтобы я мог вот так стоять отбиваться от кого-то? Только сейчас подумал. Давайте-ка мы эту конструкцию оставим на будущее. А то мало ли что. Так, вот это старые ящики, можно ломать. Вдруг аптечка будет, просто аптечки по 600 рублей, как бы это, извините меня, большие деньги. Нужен костюм, а не аптечки. Я слышал то ли аномалию, то ли артефакт. Эти зомби непростые. Прям стволы мое уважение. Так, а здесь у нас что? Тоже зомби. Типа лезли в аномалию, их просто положило? Эх, вы шо ж дурашки, ну это же все знают. Еще когда игра выходила в 2007 году, все знали, что этот артефакт забирается изнутри. Уже аккуратненько заходишь, ручку протянул, а он находится черт знает где. И все. Бляха. Максимально криво заспавнился. Вот че теперь делать? А я как бы хочу этот цветок забрать себе. Вот же ж блин, а. Хотел показать мастер-класс. А мастер-класс, походу, сейчас мне покажет зона. Не достают ручки. Зараза. Но он не вылетел, да? Брат, вернись, вернись. Давай, 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 двигайся, двигайся. В левую сторону, в левую. Хорош. Пошел. Еще, еще, ручкинки. Давай, давай, давай. Ой, да моя ж ты умничка. Прямо здесь? Куда он, куда он улепетал? Он теперь под самым углом. Я теперь его забрать не могу из-за того, что он под самым углом. Ну нет, нет, тут надо мужика с работы, надо забрать. Надо забрать. Тихо, ты можешь немножечко в сторону дырочки подвинуться? Я понимаю, что там ребята от нехватки еды умирают. Ситуация проблемная, как бы. Блин, что с тобой не так-то, артефакт? Вот он, он прям здесь. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ай, сюда, хорошо. Каменный цветочек. Пулестойкость. Две с половиной тысячи. Неплохо. Так, тайники здесь сверху. Можно, наверное, было бы проверить, но что-то не хочется. Нам и так, в принципе, насыпают вот с трупов каких-то случайных. Это кто-то из бригады этих пацанов. И там опять эти гадские кошки. Вот там трупы тоже бойцов. Сараза. А, так это трупы военных. Блокпост тоже снесли. Рядовой Гуревич. Нихера себе. Все полегли. Рядовой Кучерюк. Самое странное, что здесь не вижу ничего. Тут еще и термоаномалии, слушайте. Наверное, сюда лезть не буду пока, тут еще и радиация. И вернусь к своим задачам обычным. Называется, убей зомби. Там просто куча аномалий, не видно следов трупов. Так что ситуация, знаете, опасная. Так, 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 так. А можно натравить зомби и кошек друг на друга, интересно? Или эти фракции союзники между собой? Тихо. Нет, надо. Паники. Все под контролем. Работает уважаемый антизомбин России. Кстати, у нас сзади находится тайник второй, второго зомбаря. Потом посмотрим его, что у нас там внутри. Так, у этого Ксюха была. Это уже, извините, не уважаемое оружие. Довольно массивное. Тихо, тихо, тихо. Еще тайничок. Ох, пропущенный в лицо. Есть что-нибудь целое? Есть только шашка. Давайте посмотрим. Может так получше будет. Понятно. Понятненько. Еди же, пассатижи. Пацаны просто держат, как говорится. Держали удары. Не надо, не надо. Ребята, тут занято. Пожалуйста, не входите. Твою мать. Страшно-то как, а? Не то. Это чем у нас третят? Тем же самым. Понял. Все, ложись, ложись, отдыхай. Давай, прикурни. Остался какой-то последний. Что-то задалека там лупарится и писюлькой, блин. Тихо. Подошел с ножика. Отработал. С водичкой, забрал водичку. Так, все. Продовольствие, снабжение, знание выполнено. Отлично. Здесь тоже опять трупы вот именно каких-то спокойных зомбей, которых что-то сломало прям по-жестному. Может, конечно, работала предыдущая группа, которая была до меня. Так, ну я пока забираю все. Извините меня. Информация о том, что у нас здесь конец света и это все теперь закрыто в купол, меня немножко пугает, поэтому... Как бы ресурсы и деньги для того, чтобы отбиваться от тех же зомбей и других монстров, ну, просто по факту нужны. Сейчас еще проверим стандартные места на наличие вкусняшек. Ага, понятно. Вкусняшка отменяется. Не пришла к нам, к сожалению. Блин, ящики оперли пустые. До этого что-то было. Так. Водки до хера стоит пустой. Тайник тоже пустой. Ну, понятно, здесь у нас халява кончилась. Ладно. Так, тайник один перед нами. Один у нас где-то еще появился. Но его на карте нету. Сейчас граним, что у нас здесь лежит, в этом тайничке. Надеюсь, что-нибудь... Не то, что интересное. Просто нужное. Даже куртка прокатила бы. Просто куртка сталкера. 20 патронов... Блядь, и кота напала, простите. Кто-то меня вспоминает. Так вот, огонь. Я доволен. Типа патроны на тос, как бы, это то, что нужно. Опа. Опа. Это что такое? Не понял. Разносчики бубонной чумы? В центре зоны? Это нехорошо. Так, нам же к Сидору, правильно? Вернуть к Сидору еще. Да. Отдать груз отряду. Понял. Здравствуйте. Тебе помоешь чем-нибудь? Все, теперь, друзья. Теперь, друзья. Буквально один КВС сделали. Все, кореша до конца жизни. Братан. Нужна работа. Есть что-нибудь на примете? Так, три спальных мешкарты. Факт капли... Да я все поищу. По-моему, это вообще не проблема. Работы нету. Так, три спальных мешка найти. И артефакт капли. Капли термоаномалии, как бы, тут вроде бы... А, нет, есть термоаномалии. К раз таки на переходе на ЖДшки. Понял. Поищем. Должны быть там. Как дела? Да все прекрасно. Так, дело сделано. Хорошая работа. Вот так бы всегда. Забирай груз, там все необходимо. Снаряжение, продовольствие, если мало, то у меня еще ребенка найдется. Тем более для таких, как ты. Так, груз, продовольствие сделано. Можем у него счисть снаряжение. По работе у него здесь... Руки зомби пять штук, я думаю, сделаю. Бутылки водки, по-моему, я уже сделал. А, нет. В следующий раз не бутылки водки. Логово зверя снести. Мутант опасный, так что не геройство я попробую. И артефакт колючка. Возможно, наверху будет на элеваторе. Возможно. Так, по поводу продажи. Что у нас здесь? Ну, есть вот хорошая МПХ, а есть поломанная. Можно продать ее. ППШ тоже сломанный, нахрен не нужен. Одинаковые стейры. Не нужны, в принципе, потому что есть МПХ целая. Согласитесь. Браунинг. ПБшка поломанная. ТТшка ржавая. ПМы. Тут есть вроде как наш целый, который, да? Или нет? Где, кстати, Вальтер прям целый. А, вот он, вот МПМ, который наш. А, вроде как все. Неплохо. Хороший товар. Ну, этого пока мало. Вот так бы всегда. Хотя бы для курточки. Хотя, я подозреваю, сейчас мы с командой груз, наверное, расчехлим на толпу. Да, этот ящичек с Алиэкспресса. На котором написано Toilet. И там, наверное, будет какая-нибудь курточка стандартная или калаш. Ну, мне так кажется. Я, конечно, не знаю. Слава богу, вы этого не видели. Говорит, этот позор. Я по памяти старой зашел к ящикам. Вот там, который слева. Меня просто забили кабаны. А там был только самогон. Там не было артефакта. К сожалению. Так, ладно, бойцы. Абка прибыл. Здорово. Договорился с сталкерами. Здесь снаряжение и продовольствие. Да ну, как тебе удалось? Неважно, какие дальнейшие действия. Ки-каки. Будем ждать поддержки извне. Не могли же про нас забыть. Да и что там остается делать? Рассчитывать нужно только на себя. Есть еще информация в операции. Уже толком все рассказал. Никаких контактов со спустильгой или соколом у нас не было. А сталкеров что-нибудь еще слышали? Среди них много слухов, что фанатики после этого выброса стали продвигаться на юг зоны. Тут разъедка доложила, что видели, как на севере кордона грузовики с монолюгами перевернулись. Похоже, там никто не выжил. Как бы там ни было, по всей видимости, сталкеры не брешут. Будем бездействовать и до нас доберутся. Квартет, ты знаешь, мы за тобой хоть в огонь. Только прикажи. Пойду, я смотрю этот грузовик. Кордианты имеются? Имеются. Смотри, там в оба. Нынче мутанты на каждом углу. Так, держите меня на связи. Ага. Проверить, собственно говоря, грузовичок с монолитовцами. Ну, это мы, наверное, разделали во следующей серии. Потому что и так вышла уже большая серюшка. Я прям зашел что-то в модификацию и погрузился. А в целом я пока доволен. Я не вижу здесь прям упоротого геймплея. Как минимум сейчас. Может, конечно, какие-то патч уже бы выходили. Вроде все убивается достаточно хорошо. Экономика, в принципе, какая-то есть. Я не разбогател за секунду. А гостепельный сюжет, блин, да пока интересно. Прям честно интересно. Поэтому будем следить. Надеюсь на вашу поддержку. Я понимаю, что модификация на канале выходит спустя, там, не знаю, месяца два с ее релиза. Но, как бы, я постараюсь сделать прохождение хорошим. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки. Пока-пока.